Всем привет! С вами Оля на канале жизни и путешествиях в Швейцарии. И мы наконец-то опять в горах, опять слышен звон колокольчиков коров. И сегодня нам предстоит пройти довольно длинный маршрут, целых 18 километров. Мы в восточной Швейцарии, в регионе Аппенцеля. И сейчас мы идем в сторону Зе Альпзе от станции Вассераун. Точный маршрут я оставлю обязательно в описании. От станции Вассераун к Зе Альпзе есть два пути. Один путь такой достаточно прямой, без подъемов, быстрый. Его можно пройти за 50 минут. А второй путь можно пройти за час 25. И он вот такой вот горный. И проходим мы по вот таким вот Аппенцельским джунглям с большим количеством маленьких водофазиков с кристально чистой водой в ручьях. Поскольку по короткому пути мы уже много раз ходили, то сегодня решили пройтись по вот этому немножко более сложному горному пути. И, наверное, оно того стоит хотя бы в одну сторону пройтись по более сложному горному маршруту. Когда сегодня Леша сказала, что мы опять идем в сторону Зе Альпзе, он сообщил, что это совершенно попсовое место и уже надоело. Но место действительно популярное. И ничего плохого я в этом не вижу, потому что швейцарцы же не дураки. Здесь очень красивое горное озеро Зе Альпзе. Вот мы уже подходим к Зе Альпзе, первому Аппенцельскому озеру на нашем пути. Оно всегда имеет вот такой вот очень очарующий изумрудный оттенок. Все оттенки зеленого переливаются таким синеватым. И еще в озере отражаются обычные верхушки гор. И вот мне кажется, что сейчас очень красиво, потому что в горах вот там сверху еще лежит снег. И вот этот пейзаж становится таким вот типичным альпийским пейзажем. И дополнение к этому звук колокольчиков коров. Красота! Вот мы уже подошли совсем близко к Зе Альпзе. И вот здесь вот коровы время от времени захаживают прямо в местный ресторан, проходятся по рядам со столиками. И персонал вынужден их выгонять обратно на пастбище. Сейчас от Зе Альпзе мы идем к Меглис Альп, и дорога поднимается довольно круто вверх. И это будет самый крутой подъем в сегодняшнем хайке. Вот Леша мне сказала, что нужно обязательно предупредить зрителей, что дорога здесь довольно каменистая. Поэтому учитывайте, что если очень боитесь подвернуть ногу, то, может быть, здесь не стоит отправляться в поход. По-моему, этот участок маршрута официально Т3. И здесь вот даже есть такой вот тросик для того, чтобы те, кто как я чуть-чуть боится высоты, могли держаться за тросик и идти спокойно дальше. Здесь я все-таки чуть-чуть остановлюсь и покажу вид вниз. Вот он остался внизу. И мы идем к нашему второму озеру Ферензе. Но сначала нам нужно пробраться на верхнюю точку нашего маршрута Меглис Альп. Вот эти вот спуски и подъемы на видео потом выглядят значительно более страшно, чем они выглядят на самом деле. Вот. Кажется, что прямо вот идешь туда в пропасть. Но на самом деле идешь не в пропасть. Везде здесь, по крайней мере, маршрут очень-очень хорошо укреплен. И везде в страшных местах есть трос. Поэтому мне пока не страшно. По вот таким местам очень важно идти в комфортном для себя темпе и чтобы никто ни в коем случае вас не поторапливал. Поэтому обязательно выбирайте себе сопоходников, как это называется? Ну, не сопоходников, что ли, с которыми вам будет комфортно по темпу. Я думала, что на этом пути основные достопримечательности это все-таки озера. Но честно скажу, что вот эта панорама меня впечатляет не меньше пока, чем за Альпцием. Ну ладно, другие озера мы еще пока не видели, но посмотрите на вот это. И еще такие участки снега на маршруте в горах лежат. Очень-очень красивый путь. Действительно красивый панорамный путь здесь на Апанцельский Альп. Вот именно потому, что на пути вот такие вот постоянно встречаются ручейки и водопадики. Всегда не стоит приходить в кроссовках. Все-таки стоит приходить в специальных ботиночках для хайкинга. Знаете, я раньше думала, что все горы, в принципе, более-менее одинаковые. Но уже вот три года или сколько мы в Швейцарии, я стала различать, что горы совсем-совсем разные по форме, по своей структуре. Мне кажется, что вот эти вот Апанцельские Альпы я бы уже смогла отличить от любых других. Скорее всего, у геологов есть правильные какие-то научные названия разных вид гор. Но я их отличаю вот исключительно как-то по внешнему виду, по склонам, по утесам. А тем временем мы потихонечку подходим к Меглис Альп. Вот так иногда в Швейцарии идешь, идешь далеко, в гору прямо ползешь, высоко в Альпы. Кажется, что там может быть, кроме как коровы. А здесь вот такой отель. И есть терраска с ресторанчиком, где можно заказать холодненькие напитки. Ой, вот это классно! Так, у меня, кажется, не совсем утешительные новости. Потому что мы маршрут сегодня весь тремя озерами никак не успеем пройти. Потому что у Леши сегодня еще поезд на 8 вечера. Поэтому нам нужно будет возвращаться в Вассераун. Наверное, уже сейчас. Вот перед нами все указатели. На самом деле, получается, что Вассераун 2 часа – это ближайшая станция либо автобуса, либо поезда отсюда. Изначально можно было бы пойти либо в Платенбёдли, либо сначала еще в Боленвес до Платенбёдли. Но маршрут, который нам остался, был примерно еще 4 часа, скорее всего, с остановками. И мы рискуем, что Леша пропустит свой поезд сегодня вечером. Поэтому оставим весь путь на следующий раз. А сейчас вот безалкогольное аппинцельское пиво. То есть это смесь яблочного грушового сока с мальцем. Очень вкусно, кстати. Освежает классно. Обратно в Вассераун мы возвращаемся все-таки другим маршрутом. Не через Эльбзе, а поверху. И здесь просто умопомручительная панорама. Очень-очень красивый маршрут, действительно. Вот. Деревня возле Зе Альпсея осталась внизу. А Меглис Альп вот там осталась прямо перед нами. Зе Альпсея сверху выглядит, в общем-то, значит не хуже, чем снизу. Вот. Наша дорога вперед. Меня начинает волновать вопрос, где мы будем спускаться в них. Мы вот шли по вот такой горной дорожке и проходили мимо Шуцфюта. Это маленькие вот такие вот домики деревянные, которые волонтеры строят в горах для того, чтобы странники, которые попали, например, в грозу, в лавину, либо еще в какую-то ненастную ситуацию, чтобы мы могли здесь спрятаться и переждать непогоду. Давайте посмотрим, я никогда в такой вот штукенции не была, что здесь есть. Ну вот так все выглядит, собственно. Есть стол, есть скамеечка, есть какие-то минимальные дрова и склад каких-то железок. Но я так понимаю, что действительно, чтобы переждать непогоду, здесь есть все необходимое. Я бы еще аптечку, честно говоря, ожидала, но аптечки здесь я не увидела. Здесь, кстати, спуск Смеглис-Альп в Асерау и другим маршрутом поверху был значительно более приятным и простым, чем подъем и спуск прямо к Зе-Альпсея. Поэтому, если вы не любите крутые спуски-подъемы, то рекомендую все-таки в Меглис-Альп идти именно вот этим маршрутом, который идет поверху. Вот здесь, в долине, мы даже немножко остановились, потому что такой приятный перезвон колокольчиков. Снизу вон там коровы и вот здесь вот сверху козы, тоже с колокольчиками, но звучат они немножко иначе. Снизу вон там. Здесь, вон там. Снизу вон там. Что так? Снизу вон. Снизу вон там. Продолжение следует...